Почему выборы в США осенью этого года могут стать еще одним черным лебедем, который вызовет обвал рынков? Приветствую вас, меня зовут Александр Рванов, я автор проекта Финсоветник. Главный черный лебедь 2020 года это, конечно, коронавирус, который невозможно было заранее предсказать. Тем не менее, после коронавируса рынки восстановились почти полностью до своих максимальных значений. Например, индекс Nasdaq уже обновил свои максимумы всех времен, а индекс S&P близок к этому, он всего лишь в 5% от максимальных значений 2020 года. Ну и видно, что после 40% падения в марте рынок, ну в общем-то, полностью уже восстановился. Тем не менее, есть определенный фактор, который, на мой взгляд, сейчас очень сильно недооценивается рынками и который может сыграть на горизонте осени-зимы в весьма негативную сторону и повлечь еще одну волну падений. И это не вторая волна коронавируса, это выборы в США, которые должны пройти в ноябре 2020 года, то есть уже в ближайшие месяцы. И здесь есть следующий очень интересный расклад. По статистике есть два ключевых кандидата, это Трамп и Байден. И по социологическим опросам сейчас Байден лидирует, то есть он обходит Трампа на определенное количество процентов. Первоначально у Трампа был перевес, но Байден постепенно во время эпидемии коронавируса перехватил преимущества. И вот сейчас, в зависимости от того, какой опрос посмотреть, разнится преимущество Байдена. Но сейчас Байден по социологическим опросам обходит Трампа. Что это может означать? Это может означать, что если такой тренд сохранится, то есть если текущая расстановка сохранится, если бы выборы в США были бы не в ноябре, а, например, в июле или в августе, то Байден мог бы выиграть у Трампа, и это могло бы повлечь за собой какие-то меры, которые Байден планировал осуществить. А что же обещает Байден? А Байден обещает поднять налоги, в том числе корпоративные налоги. Информация об этом, в общем-то, есть в открытом доступе на большом количестве англоязычных ресурсов. И вот как раз сейчас выходит постепенно статья о том, что вот это поднятие налогов с стороны Байдена, если Байден станет президентом США, может быть весьма существенным и может ударить по крупным американским компаниям, да и по мелким, собственно, тоже. Если посмотреть, то, опять же, в англоязычных источниках есть разборы данных решений, и в том числе это подъем налогов, в том числе подъем корпоративных налогов. Здесь нужно вспомнить некоторую историю. В 2016 году Трамп внезапно стал президентом США, победив на выборах, при этом еще там за день, за несколько часов до объявления итогов, до подсчета результатов, всем казалось, что Клинтон побеждает. Тогда, вот буквально там, когда только закрылись избирательные участки в США, преимущество Клинтон в букмекерских конторах было примерно 80% на 20%, то есть, в общем-то, все ставили на победу Клинтон. И внезапно при подсчете голосов стало понятно, что Трамп обходит Клинтон в голосовании в нескольких вот как раз штатах таких граничных, где было непонятно, кто победит. И после этого рынки сначала отреагировали снижением, потому что казалось, что вот приходит Трамп с таким очень интересным нравом, сейчас он может что-то такое внезапное сделать, и рынки попадают, то есть на панике рынки сначала вот так вот вниз зашли, и это был как раз ноябрь 2016 года, но после этого началась волна роста, при этом это был год роста без отскоков вниз даже, то есть без коррекции. Посмотрите, ноябрь 2016 года, большая зеленая свечка, и после этого, ну вот здесь только в марте 2017 года был такой небольшой перерыв, но в целом посмотрите, где начали в ноябре 2016 года, когда Трампа избрали, и где, например, закончили 2017 год, то есть видно, что американский рынок буквально за год вырос на десятки процентов, и 2017 год для американского рынка был одним из самых успешных, ну вот буквально, да, почти без коррекций рынок американский рост. Почему это произошло? Потому что как раз Трамп, несмотря на то, что многим он казался таким экстравагантным человеком, который сейчас может что-то внезапное сделать, он просто понизил налоги, и как раз вот здесь есть разбор от 2016 года, осень 2016 года, статья о вот как раз планируемой налоговой реформе Трампа, здесь речь идет о снижении налогов, в том числе о снижении корпоративных налогов, и весьма существенно. И как раз американский рынок рос весь 2017 год на вот этом снижении налогов, потому что компании просто больше денег заработали, да, здесь речь идет о том, что заработок, выручка у них примерно такая же, но просто налогов меньше, поэтому у них прибыль оказалась выше, чем ожидал. Все американский рынок вырос на десятки процентов. Тогда, могу сказать про себя, что в 2016 году, в ноябре, когда Трампа избрали, я недооценил вот эту вот налоговую реформу, недооценил последующий такой сильный возможный рост, который последовал. Сейчас мне кажется, что многие на рынке недооценивают вероятность того, что Байден может победить на выборах, обойти Трампа, и тогда будет уже некоторая обратная ситуация. Подъем налогов, и после вот этого поднятия налогов вполне может быть, что у компаний прибыли снизятся. Это связано с тем, что, во-первых, как бы кризис, то есть и он никуда не делся, и компании отчитываются во многом, многие компании говорят, что у них там прибыль либо снизилась, либо осталась такой же, и на этом фоне странновато выглядит несколько растущий американский рынок. Но, кроме того, проблема-то в том, что если налоги поднимут, то это может ударить по прибылям крупных компаний, и тогда может быть какая-то волна снижения, потому что американский рынок тогда станет существенно переоцененным. И, может быть, сейчас это инвесторы еще не закладывают свои прогнозы, но как раз, как инвесторы не закладывали свои прогнозы налоговую реформу Трампа за несколько месяцев до выборов в 2016 году, может быть, сейчас налоговую реформу Байдена, которую он хочет принять, тоже не закладывают свои ожидания инвесторы непосредственно в 2020 году. И, может быть, как раз это и будет еще одним черным лебедем 2020 года. Увидим осенью-зимой ближайшего года. Надеюсь, это видео было для вас полезно. В этот раз решил записать такое небольшое видео, но я надеюсь, полезное и интересное. Пожелания по дальнейшим темам в комментариях к видео пишите. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик, стандартный, джентльменский набор. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций.